Княжеский терем – запретная часть дворца, где жили многочисленные жены и наложницы славянских правителей. В дохристианский период женские терема были обычным явлением для славянской знати, и по богатству они ничуть не уступали восточным гаремам того времени. Как выглядели гаремы в Древней Руси? Каких женщин выбирали князья, и какая участь ждала наложниц, когда они старели? Забытая история. Женский терем, огороженная от посторонних, женская половина дома. Вопреки распространенному мнению, слово «терем» никак не связано с арабским термином «гарем», однако имеет множество общих черт. Как и в гареме, в тереме проживали не только наложницы, но и сестры-дочери, а также малолетние сыновья хозяина. При этом свой терем мог иметь любой состоятельный мужчина. В древности славяне были полигамны и заводили по две-три жены, в зависимости от достатка. Арабский путешественник Ибн Фадлан, посетивший Русь в X веке, отмечал, что у русского правителя было 40 наложниц. Его ложа была украшена драгоценными камнями и золотом. Передав все дела по управлению государством надежным слугам, князь не делал ничего другого, как развлекался с женщинами. Летопись «Повесть временных лет» сообщает о восьмистах наложницах князя Владимира Святославовича. Согласно летописцам, монарх был необычайно любвеобилен и не ограничивал себя одним лишь теремом, периодически наведываясь к женам и дочерям своих поданных. Считается, гаремы славяне начали создавать под влиянием тюрков. В IX веке русские правители носили титул «каган», а не «князь» и были тесно связаны с хазарским каганатом. Примечательно, что в русских летописях князей называли каганами вплоть до XII века. Учитывая, что у хазарских царей гаремы существовали с самого образования государства, нет ничего удивительного в том, что русские монархи переняли эту особенность. Однако, как выглядел русский гарем? Славянский терем почти не отличался от классического гарема. Девушек содержали в отдельном дворце, где у каждой наложницы была собственная комната. К наложнице был приставлен личный евнух, который прислуживал, охранял и по необходимости сопровождал ее в покой князя. Согласно Ибн-Фадлану, чтобы заполучить девушку, князю даже не приходилось вставать с постели. Слуги приводили наложниц за мгновение ока. Дружинники правителя, которые по языческим законам были обязаны умереть вслед за князем при его кончине, стерегли монарха днем и ночью. Как женщины попадали в гарем? Хазарские цари выбирали жен из числа дочерей покоренных правителей. Их число доходило до 25 человек. Князь Владимир был женат на чешской, болгарской, полоцкой и византийской царевнах. Однако, если эти браки были политическими, то наложниц князь выбирал, исходя из личных вкусов. Учитывая, что многие славяне прятали своих жен и дочерей в теремах, то в княжеские наложницы попадали либо пленницы, захваченные в военных походах, либо дочери слуг, попавших в опалу. Что случалось с наложницами, когда они старели? Как правило, восточные гаремы регулярно обновлялись. Надоевших девушек наделяли приданным и выдавали замуж либо за дворцовых слуг, либо за обедневших аристократов. Обычно такая наложница имела право выбирать супруга и была завидной партией, поскольку не только отличалась красотой, но и отпускалась из гарема с солидной суммой и землями. Вероятно, похожими методами избавлялись от девушек и в славянском тереме. После захвата византийской корсуни князь Владимир взял в наложницы дочь наместника павшей крепости. Через три дня она князю надоела, и он выдал девушку замуж за бояленой Ижберна, который был поставлен новым наместником города. Вопреки распространенному мнению, после крещения теремы сохранялись вплоть до XVIII века и были отменены только Петром I. Однако место терема занял крепостной гарем. Такой гарем целиком состоял из крестьянских девушек. Окончательные гаремы в России перестали существовать только после отмены крепостного права в 1861 году. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, ссылка ниже в описании видео. Что большинство людей знает о гаремах? Это были личные публичные дома восточных правителей, где они могли расслабиться после военных походов или просто отвлечься от рутины, возлегая в постель с любой понравившейся женщиной. Но на самом деле гаремы были куда сложнее, чем описанное в начале представление. Женщины в гаремах вовсе не были проститутками. Наоборот, их жизнь была окутана тайной, и их можно было назвать кем-то вроде отдельной касты. Само слово гарем происходит от арабского харам, что переводится как запретный. И действительно, это было запретное место, куда не допускались чужаки, и точно не являлось чем-то вроде современных увеселительных заведений с девушками легкого поведения. Даже самым дорогим публичным домам современности не сравнится по великолепию с гаремами. Центром гарема было большое здание с огромным внутренним двором, где располагались сады и бассейны. Это было тихое мирное место, где женщины наслаждались природой, общались, собирались вместе для чтения и молитв. Кажется, что это был рай на земле, особенно столетия назад. Но не забывайте, что гарем был по сути золотой клеткой. И все же наложницы жили в условиях, которые были доступны лишь самым обеспеченным людям тех времен. Кстати, в гареме жили не только наложницы султана, но и его официальные жены, родственницы и даже сыновья до 12 лет. Лишь по достижении этого возраста юным мальчикам разрешали появляться при дворе. Женщины были изолированы от внешнего мира и охранялись как самое важное сокровище в стране. Об этом говорит уже одно только название, которое, как мы описали выше, переводится как запрет. Наложниц оберегали как самое дорогое сокровище в империи и следили, чтобы никто, кроме султана, не мог насладиться их великолепием не только физически, но и даже визуально. Увидеть наложниц было практически невозможно, и даже высокопоставленные придворные проверялись на благонадежность. При этом женщины в гареме были уважаемыми, и никто даже при патриархальном обществе Османской империи не осмелился бы разговаривать с ними как с неравными, не говоря уже о возможности притронуться к ним. Гарем считался интимным местом сугубо для правителя, где жили самые красивые девушки со всей империи. Любой мужчина, каким бы сильным он ни был, из-за своих инстинктов не мог устоять перед очарованием красавиц, обученных искусству соблазнения. Это понимали все, поэтому охранять гаремы назначали только евнухов, кастрированных мужчин. Как правило, это были рабы, захваченные в военных походах или купленные на невольничьих рынках. Интересно то, что в гаремах было два типа евнухов – черные и белые. Чернокожих евнухов полностью лишали всех половых признаков, тогда как белокожим разрешали оставить не только пенис, но и даже мошонку. Однако из-за этого на белых евнухов возлагалось меньше обязанностей, чем на черных. При этом чернокожие евнухи нередко становились весьма влиятельными мужчинами при дворе, порой способными на равных общаться с высокопоставленными чиновниками. Так что при всей предвзятости к цвету кожи в те времена черные евнухи могли добиться больших высот. Обычно гаремы показывают как группу одинаковых по своему положению в обществе женщин, но это не так. Они делились на своеобразные касты, где выше всего стояли валиди – женщины, которые родили сыновей, ставших впоследствии султанами. Чуть ниже были хасики и султанши, а еще ниже стояли еще несколько категорий женщин, в зависимости от занимаемого ими положения и рода деятельности. Наиболее известными в западной литературе являются адалиски, которые ошибочно считаются проститутками. На самом деле адалиски были обычными горничными, о чем и говорит прямой перевод турецкого слова «адалек» – комнатная девушка. Как мы уже сказали вначале, в гареме была главная женщина, носившая титул валиде, что говорило о том, что она родила будущего султана. Она не только оказывала влияние на своего мужа, действующего правителя, но и выбирала наложниц для своего сына. Решала, с кем девушки из гарема могут заключать союзы, и могла мгновенно решить судьбу любой наложницы, от продвижения по карьерной лестнице до изгнания. По сути, валиде как и хасики. И султанши были намного выше по статусу многих придворных мужей и буквально могли отдавать им приказы, не встречая сопротивления. Но при этом валиде лишалось своей власти и положения в обществе после смерти своего сына. Поэтому умные представительницы этой касты, хоть и частично влияли на политику империи, старались не переходить дорогу придворным. Еще одно популярное заблуждение состоит в том, что все девушки попадали в гарем против своей воли, и это было по сути сексуальное рабство. На самом деле, исламские законы запрещали обращать в рабство свободных мусульман и свободных немусульман, проживавших в государствах вроде Османской империи. В гареме, как мы упомянули выше, жили законные жены султана, которые были свободными женщинами, так как вступили в брак по своему желанию. Что касается остальных девушек, то не все они должны были спать с правителем. Более того, они получали образование, а некоторых из них даже выдавали замуж за членов двора. Женщин учили искусству соблазнения, игре на музыкальных инструментах, чтению стихов, танцам, литературе, географии, истории и каллиграфии. Многие наложницы были гораздо более образованными, чем большинство мужчин тех времен. По сути, лишь часть девушек были обязаны вступать в половую связь с султаном. Остальные занимались бытом, развлекали правителя и ухаживали за своим господином. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, ссылка ниже. Безнаказанность превращала отдельных помещиков в садистов. Печально известная Салтычиха морила крепостных голодом, обваривала кипятком, выставляла голыми на мороз, выдирала волосы. Благодаря деньгам и связям с Салтыковой удавалось избежать наказания, но когда дело, в котором фигурировало 138 жертв, дошло до императрицы Екатерины II, Салтыкову приговорили к пожизненному заключению в темнице. Помещица Александра Козловская наказывала крепостных женщин, для экзекуции раздевала их догола, секла, натравливала собак, раздирала рты руками. Прославился своим самодурством и Николай Струйский. В подвале усадьбы он держал коллекцию пыточных орудий и периодически устраивал судебные процессы над крепостными, приговором в которых обычно были пытки до смерти. Еще одной забавой графомана была стрельба по живым мишеням. Специально для этого из Индии был привезен тигр. Жертву запирали в вольере с хищником и не давали выбраться, расстреливая дробью. Всего на совести помещика-деспота более 200 загубленных жизней. Педофилия и гаремы Встречались среди помещиков и педофилы. Так Лев Дмитриевич Измайлов, герой войны 1812 года, завел в поместье гарем. Наложницами в нем были 30 девочек от 12 до 16 лет из крепостных семей. Он предлагал пленец для утех гостям, причем наиболее почетным доставались самые юные. Разнозданное поведение льва стало достоянием общественности, состоялся суд. Но наказание было более чем мягким – домашний арест. Причем осудили его не за изнасилование, а за запрет для своих крестьян ходить в церковь. Земли без крепостных Были в Российской империи такие места, где крепостных просто не существовало – в Сибири и Поморье. Суровый климат этих регионов и удаленность от центральных губерний привели к практически полному отсутствию помещичьих землевладений. Когда в стране начали законодательно прикреплять крестьян к земле и ее владельцам, жители Сибири и Поморья остались свободными. Вплоть до XIX века дворянских поместьй на этих землях так и не появилось. Нищета русских крестьян Существует распространенное мнение, что русские крепостные жили в ужасающей нищете. Так ли это на самом деле? Сохранилось множество воспоминаний о России того времени, написанных иностранцами, заставляющих усомниться в этом факте. Например, француз Шарль Жильбер Ром, проживший несколько лет в России конца XVIII века, писал, что русские рабы живут лучше свободных французских земледельцев и, как правило, в достатке, ведь земли много и продовольствие стоит дешево. Об этом же пишет и английский капитан Джон Кокрейн, сравнивая жизнь российских крестьян и ирландских. Не в пользу последних. Возможность освобождения У крестьян было несколько возможностей освободиться от крепостной неволи. В первую очередь сами помещики могли подписать рабу вольную. Но были и другие законные пути освобождения. Так, записавшись рекрутом на военную службу, крестьянин поступал в распоряжение правительства и навсегда выбывал из подчинения своему помещику. Жена Риакрута также становилась независимой. Получали вольную и крестьяне, освобожденные из плена. Свободными становились и члены его семьи, если дочери были не замужем, а сыновья не женаты. Также переставали быть крепостными крестьяне, отправленные на каторгу или в ссылку. Жены имели право последовать за ними. Если ребенок крепостного становился сиротой и попадал в воспитательный дом, он также становился свободным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok